всем хэллоу ребята рады приветствовать на трансляции сегодня мы поговорим о говорении 4 поговорим о говорении 4 рассказ идет конечно же о егэ по английскому языку устная часть это самое сложное задание в устной части экзамена уровня b2 здесь от нас будет требоваться описать картинки то есть собственно это будет такая монологическая речь по определенному плану и сегодня мне хотелось бы дать вам конкретную схему ответа и рассказать что именно нужно говорить первым втором третьем четвертом пунктах плана а также что взять заводную часть что взять за завершение приведу пример описание картинок чтобы было наглядно понятно доходчиво и каждый из вас по выходе с этого вебинара будет чувствовать себя увереннее и мне хочется дать вам понять что абсолютно каждый может справиться с этим заданием вы точно справитесь у вас получится а сегодня я поделюсь ими нужными инструментами и расскажу еще как можно круто прокачать устную часть экзамена потому что она такая мне кажется ну не простая для многих и вовсе не из-за того что сама по себе сами себе задания какие такие сложные а просто какой то есть вот моральный такой страх у вас короче схема ответа будьте готовы берите ручку и тетрадку и пишите пожалуйста плюс в чате если мне прекрасно слышно и видно потому что если мне не слышно и не видно то это прям вообще печалька позвать пожалуйста плюс в чате латчан декан акции и да можете написать вообще пользуетесь ли вы схемой ответа и главное выучили ли вы ее на момент вот сейчас когда до экзамена все меньше времени или так как бы по ходу что-то описываете тоже будет интересная информация в целом знать как вы работаете сейчас для тех кто видит меня впервые или не впервые я с удовольствием представлюсь меня зовут марина лесковец я преподаватель английского языка лингвист дипломированный занимаюсь подготовкой к егэ в режиме онлайн считаю что это крутейший способ один из самых эффективных действительно прогрессивных бюджетных и вот с точки зрения возможностей для языка абсолютно безграничных безграничный способ вот лучший способ подготовки кега по английскому языку который но сродни репетитору да то есть лучше только занятия с репетитором онлайн да безусловно каждый выбирает для себя какой-то свой формат но я как вот преподаватель который уже давно этим занимается могу сказать что а крутые результаты б учеников конечно же очень классные удобные возможности платформы c удобно бюджетно абсолютно карте все может позволить выучить английский язык при том что это обычно занятие не дешевая поэтому это то что мне нравится с удовольствием готовлю ребят по всей россии на высокие баллы и помогаю коллегам разобраться с форматом экзамена также веду соцсети обязательно подписывайтесь на них телега контакте подпишитесь пожалуйста потому что всякие акции предложений все самое лучшее youtube если вы еще не подписались то обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции обязательно и перешли перешлите ее своим друзьям чтобы как можно больше ребят получили пользу по устной части экзамены перестали вообще бояться и начали уже говорить потому что это самая главная практика в языке и еще рекомендую подписаться на закрытый чат вк там только ученики только выпускники этого года общайтесь знакомьтесь тусите поступайте музыка вузы вместе и все будет хорошо когда вокруг классное окружение это точно прямо заряжает мы с вами начинаем надеюсь что вы вооружились ручкой как говорится take a pen and a paper и начнем с вами наше занятие рассмотрим варианты с демо версии 2023 в его по английскому языку здесь вы можете видеть картинки это собственно один из топиков которые есть кодификаторе тема shopping давайте ознакомимся с вами задание до imagine that you and your friend это важная для нас информация то есть мы с вами делаем проект не самостоятельно до арду и не иску project то есть мы с вами готовим проект важная инфа дальше то что нас двое друг и вы а тема проекта важная и нужная для нас информации мы и обязательно должны включить наш ответ даже сразу по ходу рассказываю что обязательно должно быть вашем ответе чтобы вы получили максимум за это задание кстати напомню максимально 10 баллов можно получить очень приятный бонус из 20 возможных за этот раздел устную часть экзамена и так и на самом деле сам иллюстрейшинс и тут есть конкретные цифры всегда вот иван инфотеки и фотографии и гпмт и фотографии иллюстрейшинс не знаю зачем нужно писать сам и то есть по ситуации задания вы хотите поделиться этой новостью тем что вы нашли две фотки для проекта такие которые идеально иллюстрируют по вашему мнению ваш проект вывод нашли отправляете значит эти фотки вместе с сопровождением голосовым вашему другу по проекту до вашему партнеру по проекту и как бы предполагается такая ситуация что вы оставляете голосовое сообщение дал его бой смеси чтю френд интеллиров минец бюре детей то есть у нас есть две с половиной минут на подготовку а если посмотреть так вот со стороны кажется блин две с половиной минуты это так мало чтобы сообразить до этого мало если вы вообще не занимаетесь вообще не практикуйте кстати напишите пожалуйста в чате как часто ну просто цифру напишите мне там 213 сколько раз в неделю вы практикуете с устной частью хотя бы что-то делаете это нужно знать и вот я вам сегодня расскажу как наиболее эффективно практиковаться и покажу как можно это делать в режиме онлайн вместе со мной вот а вы напишите мне просто интересно знать как часто вы практикуете устную часть или вообще забиваете на нее вот потому что в случае если не заниматься не практиковаться и просто смотреть например вебинар чеки видосики то блин но это не сильно результативно язык это средство общения значит нужно практиковаться а если вы знаете схему ответа который я сегодня все 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 расскажу и если разобрали все топики их на самом деле не так много то вы спокойно за две с половиной минуты соберетесь мыслями и спокойно расскажите ответ получит 10 баллов каждый это может в общем что нам нужно подготовить эти две с половиной минуты обдумать explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing them and noting the differences собственно а нам нужно значит описать кратко кратко фотографии эти описать но это описание должно быть обязательно привязано к теме проекта данном случае это шоппинг и второй момент нужно отметить отличие то есть хотя бы одно отличие да и описать каждое каждую из картинок то есть в среднем как минимум парочку фраз на каждую картинку пару фраз я например именно для описания фотографии касательно темы проекта я подразумеваю что это может быть просто развернутое предложение состоящее из нескольких грамматических основ но здесь вот прям нужно четко рассчитывать я прям покажу пример да сколько должно быть предложений чтобы уложиться во время потому что это тоже важный аспект если мы будем с вами в общем говорить все подряд медленно ничего не получится то есть нужно работать в темпе а дальше второй пункт плана когда мы с вами додали краткое описание первой картинки второй картинки хотя бы одно отличие далее с отличием всегда все понятно потому что всегда дается в этом задании два варианта одного и того же в данном случае тип тема шоппинг 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 in the mall in the supermarket он онлайн шоппинг from home то есть уже в самом задании заключены отличия в принципе если вы это просто произнесете вслух это будет уже хорошо помните о том что мы с вами все-таки сдаем английский язык они там что другое то есть не не фактологию там никакой где нужно там все вот четко по фактам да там сделать или мы с вами не аналитики да чтобы там идеально все как-то анализировать информацию детально нет то есть мы демонстрируем свои лексические навыки это самое главное а далее следующее что мы с вами делаем это сначала описываем даем одно или два плюса до меньшин дэдванты чеснан тюзат и тайпсов шоппинг опять же говорим строго по теме то есть ну буквально первое предложение сначала по-русски скажу потом покажу формулировку английскую у этих когда картинок есть определенные там плюсы дэйс пикчурс да внимание я сама говорилась крайне важно говорить вот именно вот то что на есть формулировки два вида шоппинга не картинки а шоппинг то дэйс тайпс о шоппинг а сертон адванты чейс я еще бы не на мол бла-бла-бла онлайн шоппинг бла-бла-бла то есть мы не смешиваем с вами плюсы и минусы пока да то есть сначала один плюс один минус все то есть минимально на три предложения вы сказали ну по сути так вот и в этом лимите лучше держаться переходим к следующему пункту плана mention the disadvantages want you the two types of shopping то же самое да так же есть от и какие-то до минусы у каждого вида шоппинга шопа не на мол или шопа не на супер маркет бла-бла-бла-бла shopping from home бла-бла-бла да то есть вот опять же три предложения на каждый пункт плана то есть сейчас я все конкретно покажу и приведу примеры и завершаем мы наш монолог тем что отвечаем на вопрос вы чуя в шоппинг и и прифер нвой обратите внимание что в четвертом пункте плана два вопроса в одном то есть мы должны дать четкий ответ какой способ способ шоппинга мы предпочитаем обратите внимание на грамматическую составляющую какой способ шоппинга which way of shopping you prefer present simple я вы должны ответить personally I prefer я предпочитаю именно в этой грамматической форме как она бывает разная в этом в этом пункте план например you would prefer вы бы предпочли you preferred as a child в past simple то есть и нужно ответить ровно да вот по контексту and why да вторая часть вопроса почему хотя бы еще одно предложение то есть в этом пункте плана у нас с вами минимум два предложения а что интересно да скрытые пункты плана это введение то есть introduction обязательно должен присутствовать а также завершение нашего голосового сообщения таким образом мы наш монолог превращаем некоторую логичную такую вот монологическую конструкцию который обычно мы в принципе отправляем нашим друзьям да это пока вот в теории давайте теперь конкретно разберемся что к чему вы можете делать скрины можете записывать и очень рекомендую практиковать вместе со мной выводить в речь до выводить в речи говорить поговорить с моей рукой и говорить со своим экраном вот если стесняетесь куда-нибудь выйдите в другую комнату хотя не знаю чё стесняться вообще практиковать английский мы же не в этом с вами ругаемся конце концов итак начнем с введения может быть любым это абсолютно свободная формулировка то что я вам предлагаю ну стандартная такая штука приветствие обязательно называйте имя тут может быть мария маша петя вася кто угодно кто вам друг тут пусть вы имя его и будет да хей баня да и тсмей это я здорово иначе вот прикинь а джи сэм тэпп петчер сыр буфер а у project обязательно тем проекта шопейн вот учел убит морбин давайте еще раз без пауз чтобы вы могли бы практиковаться окей да позволь мне последнее предложение переведем так позволь мне немного более подробно рассказать тебе об этом о них то есть здесь важная интонация важно что эта часть вашего ответа она заучена вы можете использовать любые какие-то другие формулировки кстати напишите пожалуйста в чатике какие какие вы формулировки используете прикольно будет узнать вот то есть это такой как бы скрытый пункт плана введение да introduction это обязательно то что вы должны сделать то что вы должны выучить и здесь никаких ошибок в произношении просто быть не может теперь переходим к первому пункту плана краткое описание картинок и отличия а ну с чего можно начать поскольку наша наш ответ должен представлять собой такой вот ну монолог логичный то здесь очень важно начинать сводные конструкции сводного предложения который которое логично нашу мысль приведет изведение до к непосредственно повествованию да то есть чтобы все было логично связано они просто какие-то отрывистые такие там куски плана и так these pictures или they или these photos are relevant to our project because in both pictures we can see что я здесь рекомендую во-первых слово relevant да релевантный значит подходящий то есть эти картинки подходящие для нашего проекта потому что на на обеих из них или там на фотографиях да мы видим рекомендую использовать вот такую конструкцию кого-то делающего что-то да people doing shopping поскольку тема shopping да или children playing football если там спорты там на обеих картинках играют футбол там с одной стороны тинейджеры там или с другой стороны там не знаю пожилые старички вот ну то есть somebody doing something in both pictures we can see somebody doing something запишите ее пожалуйста еще раз they are relevant to our project because in both of them we they are relevant to our project because in both pictures we can see people doing shopping в данном случае да у нас поскольку тема shopping далее после этого у нас первое предложение нашего первого пункта плана второе предложение второе предложение мы ну не знаю в двух фразах описываем основное что касается первой картинки in the first picture there is a family ну можно вот так вот да there is поскольку эта конструкция используется как раз таки there is there are для того чтобы сказать что что-то где-то находится а мы в принципе так всегда и будем делать да вот про картинки когда говорим что же нам еще остается сэр in the first picture there is a family of four pushing нет there is a family of four pushing their trolley along the aisle of the supermarket picking the products from the shelves aisle это проход да в супермаркете ну проход там между полками aisle seat например это место около проходов самолете там где-нибудь например вот так вам для справки aisle это проход то есть что мы говорим уже далее да переходя к описанию конкретной картинки мы даем более детальное описание но при этом описываем лишь то что связано с шопингом то есть я не говорю что девушка где вот это подросток это мамочка у нее маечка а у этой футболочка и шортики а дядечка почему-то одет как будто он только из офиса пришел в рубашечке а тут у них там вот тележечка она черного цвета а вот сверху красненькая то есть все эти детали вы понимаете это лексический балласт они сжирают просто время в три минуты мы фиг уложимся и тогда испытываем фрустрацию от того чтобы вот у нас тут не получилось то есть мы четко идем по схеме четко идем четко понимаем сколько предложений должно быть сказано первое предложение я одним сказала второе предложение вот это тоже краткое описание картинки непосредственно действия которые связаны с шопингом да и какие-то детали ну например family of four кстати тут во первых почему и family of three их тут три человека между прочим четвертый там наверное где-то я его могу только подрисовать такой кто-то там четвертый появился почему четыре вот раз видно гуманитарий что с меня взять друзья say there is a family of three pushing their trolley trolley это у нас кстати телега да along the aisle of the supermarket picking the products from the shelves да и они еще берут там продукт из полочек прекрасно вот это второе предложение этого пункта плана третье предложение in the second picture we can see еще один вариант we can see или i can see да потому что может быть не совсем логично непонятно кто мы или you can see поскольку вы эти фотки отослали своему другу типа ну ты можешь видеть как вот вариант это будет логичнее а in the second picture you can see a woman you can see a woman who is buying something online she's ready to purchase или she's ready to pay for her purchase да она готова заплатить за свою покупку she's ready to pay for her purchase holding a card in her hand поскольку да она держит карточку credit card in her in her hand да то есть держа карточку в своей руке опять же вот буквально пару фраз женщина делающая что-то и да то есть она готова сделать покупку все связано именно с темой шоппинга я ни слова не сказала какого цвета у нее там ноутбук что это ноутбук что там сзади диванчик что у нее желтая кофточка ничего не сказала ничего что там она одна в комнате а это дома это не дом все только касается шоппинга пара фраз буквально а и четвертое предложение поскольку пункт плана довольно объемный то соответственно мы не можем здесь вот распаляться обычно на первом пункте плана очень много времени теряется вот мы обозначаем четвертом предложение четвертой фразой отличие как я уже сказала всегда да в задании даются два варианта одного и того же соответственно соответственно мы просто это обозначаем словесно well there is a certain difference between the photos as they illustrate two different ways of shopping и тут всегда обычно подходит эта формулировка as they illustrate two different ways of doing something that two different types of или two different means of transport два разных там вида транспорта если у нас тем проект это транспорт и так далее да и просто далее конкретизация а что именно да я имею ввиду онлайн шоппинг from home and a traditional way of shopping in the supermarket или in the mall да вот и все все что нужно ничего лишнего этот пункт плана довольно объемный но как вы можете видеть здесь как бы все вот емко собрано если у вас есть какие то вопросы комментарии может быть вы хотите спросить там а как вот чего там вы используете подойдет ли это или не подойдет дайте пожалуйста знаете пишите пожалуйста в чате и здесь напомню важно важно практика видите то есть просто вот с опытом я уже как опытный препод который давно готовит к егэ ребят я просто эти детали знаю изучаю и довожу до автоматизма то есть когда показываю тут одно предложение это два предложения потому что если давать больше свободы ты говори что хочешь вот тебе там много слов пожалуйста то есть ученик как в море до прыгает и не знаю выплывет на не выплывет и здесь важны инструкции поэтому так важно схема конкретика и практика к слову про практику ребят у меня 27 февраля начинается крутейший марафон а вот как раз таки практический сейчас я вам покажу расписание вы просто увидите сколько там практики говорения сколько там практики письменной части сколько там пробников то есть я как препод опытные да вот именно в егэ и просто препод который который обучает английскому языку у меня есть абсолютно понимание четкое что самое главное это чтобы вы практиковались чтобы вы занимались именно именно разбирали формат экзамена плюс практика языка все виды речевой деятельности должны быть отработаны аудирование чтения письмо и говорение это важнее всего английский мы не можем выучить по веб чекам английский мы не можем выучить по видосикам youtube потому что это не теоретическая дисциплина за которой можем посидеть записать и все важнее практика я как преподаватель регулярно занимаюсь носителем языка чтобы поддерживать свой уровень потому что знаю что если я не буду говорить на языке он просто ну от отсутствие употребления он просто я не знаю превратится в лягушку вот поэтому вы должны это тоже понимать это не бином не тона это не секрет но здесь вот очень круто помогает формат марафона что такое марафон это значит что каждый день вы получаете задание формата егэ по английскому языку абсолютно из всех разделов тестовая часть экзамена письменная часть устная часть все задания я объединила для вас по лексическим темам дополнительно к этим заданиям я даю список лексики с примерами обязательно потому что лексику нужно учить в контексте они просто голый список слов там слова перевод очень нихрена не выучите вот и плюс пробники плюс проверку вы можете также приобрести дополнительно сейчас я покажу вот расписание смотрите вот здесь может быть вам не все очень хорошо видно но если что вы можете пройти по ссылке зайти в мою группу вконтакте обязательно обязательно пройдите напишите в сообщении группы вам менеджеры все подробно еще расскажут и также вы по этой ссылке попадете в мою группу вк и в группе вк уже опубликовали расписание марафона то есть если вам здесь не очень хорошо видно то в принципе вы сможете посмотреть рассмотреть все поближе в таком формате поста да он уже опубликован просто посмотрите вот мы начинаем 27 02 это пробник и погнали то есть каждый день практикуем задание из разных разделов экзамена обратите внимание я цветом выделяю разные лексические топики то есть раз два три 4 5 6 то есть ну где-то пять шесть дней вот каждые пять шесть дней меняется лексический топик и условно это здесь вот у нас мы начинаем тему daily routine and household chores да . ну там просто daily life обычная там жизнь бытовая то что чаще всего встречается в устной части экзамена и домашние обязанности окей да решили все все задания до плюс пробник начинаем с пробника сразу же на время потом потом вторая тема зелененьким выделено потом голубым то есть и вы так далее то есть все объединено по лексическим темам абсолютно все все задания мы с вами отработаем отработаем и чтобы вы понимали что вы точно все повторили к экзамену и были уверены и спокойно пошли на экзамен знаю что что-то из того что мы прошли точно попадется дальше обратите внимание пожалуйста на вот эти вот значки это значок микрофона он обозначает практику говорения обратите внимание вот и плюс в пробнике тоже у нас есть говорение вот эти значки это обозначает практику письменные речи вот здесь вы отправляете на проверку письменную часть экзамена 37 38 задание вот то есть регулярная практика и вот уже то есть 27 02 пробник потом 20 03 пробник вот то есть пробники тоже максимально насыщенные до 90 дней то есть три месяца за три месяца у нас будет четыре пробника вот пожалуйста вторая часть расписание и третий месяц то есть здесь по максимуму практики занимаемся до 27 мая там уже начинается у вас егэ и до этого времени мы с вами каждый день кроме воскресенье воскресенье выходной вы получаете задание решаете их получаете комментарии по каждому заданию плюс проверка это очень-очень круто и действительно приносит офигенные результаты practice makes perfect смотрите у нас с вами три месяца занятий это 90 дней занимаемся каждый день кроме воскресенье вы получаете задание плюс комментарии каждому заданию разборы есть дополнительно списки лексики по по всем топикам который встретиться на экзамене задание тоже объединены по лексической теме есть проверка разделов письмо и говорения она за дополнительную плату то есть вы платите один раз вот 4 490 за три месяца врезать за три месяца занятий 4 490 просто вообще и тысячи рублей проверка то есть вообще очень очень мало и кроме всего прочего также я дополнительно записала для вас грамматические видео уроки и вы если какие-то вас сложности сомнения возникают вы хотите повторить темы то сможете посмотреть мои видео уроки то есть не длинные там вебинары отдельные такие удобные видео уроки список лексики опять же вам на отработку чтобы вы все вспомнили каждый из вас получит клевую шпаргалку по разделу письмо и говорение очень ценную очень нужно все кто дойдет до конца это дополнительная мотивация для вас в мае все получат шпаргалку и вот такой классный формат абсолютно всем нужен этот марафон очень очень поможет и прокачает ваш английский язык и главное вы получите больше баллов за экзамен и кстати еще дополнительно я подготовила для вас инструкцию по работе с каждым заданием включая все схемы ответа которые нужны и в целом лайфхаки по работу по работе вообще с каждым заданием экзамена но еще более крутая новость что если вам нужно несколько предметов то это всего лишь будет стоить 6 990 представляете за на три предмета три месяца занятий по каждому предмету это просто офигеть разделите на три вот это вообще супер так что так что обязательно проходите по ссылке проходите по ссылке задавайте вопросы записывайтесь на марафон и в нашей школе что больного репетитра на самые крутые результативные марафоны а с вами продолжаем следующий пункт плана это плюсы да и 2 античейсов дать и тайпсов шопен что здесь опять же начинается с водной части все очень ограничено да опять же водная часть и мы опинин дэвсу дэвсу дэванд и дэвсу дэвсу шопен и в принципе это стандартная формулировка до и на пинент ресурс не 2 часа в был стойпс или оба у сменцев транспорта в баус тайпсов а декейшин все что угодно там в зависимости от темы и все и по одной фразочки достаточно на самом деле это первое предложение второе предложение вторая фраза про плюс здесь традиционного вида шопинга да и третья фраза про плюс онлайн шопинга не смешиваем плюсы и минусы это формат предыдущего года так делать нельзя вот и все ну и с той самой лучшую ну и с той самой лучшую ну и с той самой лучшей the ingredients on the package and choose the best option for yourself ну и самую лучшую опцию для себя выбрать there is a certain advantage in online shopping as well shopping from home is very convenient as you can order everything online and all the products will be delivered to your apartment it doesn't take much time and or you can save much time if you shop online ну вот как вариант то есть буквально по одной фразочке сказали? все, больше не надо опять же у нас всего лишь 3 минуты если мы с вами научимся четко считать наше предложение емко и кратко говорить то все будет просто супер дальше минусы следующий пункт плана разных видов шоппинга также первое предложение это такая вот вводная часть however да, однако второе предложение опять же это вот там про первую картинку as for the shopping as for the traditional way of shopping it is not very convenient to carry heavy bags или heavy bags might be a certain disadvantage in a traditional way of shopping it is not very pleasant to carry big bags with products and it takes much time as well as you have to as you have to go yeah from home to the supermarket and back so the it takes much time yeah to go here and there yep so as for и третье да и третье предложение третья фраза тут можно что-то одно оставить например просто сказать про там тяжелые сумки там тяжелые сумки это отстой да действительно it's a disadvantage yeah there is a certain drawback in shopping online да есть определенный недостаток drawback you may not be satisfied with the quality of the products you bought yeah as you don't see the products so till till the moment they are delivered to your apartment до того момента как они доставлены в твой там не знаю в твой дом или to your house and you might be disappointed by the quality of your purchase да и то есть вы можете быть разочарованы качеством вашей покупки это не очень приятно да то есть опять же можно говорить это можно не говорить в зависимости от того как в каком темпе вы изъясняетесь но в любом случае всегда придерживайтесь лимита одна фраза введения вторая фраза про одну картинку третья фраза соответственно про вторую картинку да тут даже речь не про картинку а именно мы комментируем то что нас просят в данном случае это виды шоппинга а четвертый пункт плана четвертый пункт плана ребят это ответ на вопрос и кстати говоря если у вас есть какие-то идеи комментарии если есть вопросы пишите пожалуйста в чате я с удовольствием отвечу вам итак что касается следующего пункта плана четвертого на самом деле завершающего до 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 непосредственно завершающей фразы все что от нас требуется это ответить на вопрос напомню что крайне важно отвечать именно в той грамматической структуре которая написана в самом задании например то есть я предпочитаю онлайн шоппинг потому что меньше времени на это уходит и меньше усилий effort это усилие все то есть я ответила на вопрос что я предпочитаю а также почему да сделаю это с помощью as так как или because можно сказать because наша любимая и завершаем наш ответ тоже стандартной заученной фразой где включаем обязательно имя нашего друга ну вроде того ты вообще абсолютно свободны да говорить что хотите но в целом лучше звучить фразу чтобы звучать уверенно и все на этом вы завершаете свой ответ если мы действуем с вами по такой схеме по такой структуре то мы прекрасно укладываемся в 3 минуты никаких проблем вообще не возникнет и все будет просто замечательно ребят ну что как вам такой формат поставьте пожалуйста плюс в чате если вы поняли ту мысль которую я хочу донести самое главное это структура схема ответа практика да это очень и очень важно хочу сказать еще что для того чтобы учиться со мной для того чтобы участвовать в марафоне или присоединиться к марафонам к нашим другим преподавателям школе стубального репетитора вот вы можете сделать это еще более выгодно да при том что и так цена довольно выгодная вы можете пригласить друга и это очень клево и каждый из вас еще получит дополнительно по 500 рублей напомню чтобы записаться нужно пройти по ссылке проходите обязательно по ссылке и во первых подписывайтесь на группу вконтакте пишите в сообщении группы нашим менеджерам записывайтесь на марафон узнавайте подробности пишите в сообщении группы и еще и приводите друга еще дополнительную скидку получаете еще одна опция для экономии это покупать комбо да комбо всегда дешевле ну например идеальная комбо это Оксана Кудла и Марина Лисковец русский и английский очень частое сочетание тогда каждый из вас еще больше сэкономит денег также например Настя Коржева по обществу знанию обществу знания и английский Марина Лисковец и Настя Коржева тоже идеальное сочетание и еще больше экономии уже конкретные цифры вам расскажут менеджеры обязательно проходите по ссылке и пишите в сообщении группы и да кроме всего прочего кроме гуманитарного направления у нас крутейшие лучшие преподаватели в Рунете которые горят своим делом крутые профессионалы и доведут вас до результата то есть если у вас есть цель поступить в классный вуз поступить на бюджет то пожалуйста записывайтесь к этим ребятам из школы стобального репетитора на марафоны я сейчас про всех расскажу Оксана Кудлай русский язык и кстати да вы можете про всех узнать просто пройдя по ссылке в описании к этому видео зайдите ко мне в группу ВК вам менеджеры все расскажут Оксана Кудлай русский Валентина чьи общество знания и история Саша Ябонит физика Катя Строганова химия Эрик директор школы математик главный у нас Ксюшина польская биология Маш Коршинова литература Артем Имаев информатика Марина Лесковец английский и Настя Коржева общество знания а эти ребята готовят ОГ Азат по физике и Артем по математике так что ребят что могу сказать practice makes perfect самое главное практикуйтесь не останавливайтесь сейчас самое время поднапрячь булки поднапрячь извилины поднапрячь мозги и проще всего это сделать с преподавателем в формате марафона потому что самому себя очень сложно организовать и вот сейчас просто лучшие условия для того чтобы присоединиться во-первых самые выгодные во-вторых с лучшими преподавателями по классной программе продуманной четкой то есть здесь вы получаете абсолютно все что нужно чтобы получить высокие баллы за экзамен ребят проходите по ссылке записывайтесь узнавайте подробнее и желаю вам 100 баллов за ЕГ вы крутые давайте увидимся на следующем стриме пока